какого состояния нашей армии на сегодняшний день на ваш взгляд вопрос вопросов очень двойственная и очень вот я уже если это все в одном месте я как бы уже говорил да о том что как мы вот мне наши отношения к армии меня совершенно не устраивает и конечно не не устраивает то что происходит в армии и особенно то как бы тенденции которые мне кажется это уже тенденция то что происходит как решается судьба десантных войск меня очень такое ощущение что ВДВ пытаются просто ну уничтожить не знаю может быть это грубое резкое слово наверное оно точно потому что все как-то на это идет и самое-то поразительное что это безумно обидно потому что если мы говорим о профессиональной армии то казалось бы вот пожалуйста ВДВ это то она почти это почти готовая профессиональная армия а мы вместо того чтобы нам на этой базе и вот к этому подтягивать остальные части я не берусь там какие-то там специфику и так далее так далее я имею ввиду общий дух общую общей ну подготовку если хотите профессионально человеческую подготовку мы вместо этого войска эти как-то и закрытое рязанское училище как да и было ли другое училище которое готовило бы я не знаю так настолько профессионально своих воспитанников не знаю не уверен думаю что нет думаю что это было лучшее училище наш и его закрытие для меня это никто не грешно закрыть просто на его базе делать просто не нужно на его базе делать можно что можно на его базе делать и я не знаю институт благородный да или училище для поваров или еще что-нибудь можно все можно и сказать что это мы не закрыли а перепрофилировали только улучшили мы же все понимаем что происходит больно смотреть больно и непонятно не понимаю не понимаю тоже не понимаю и в этом тоже вижу как бы вот это вот эту тенденцию тенденция который мне не нравится и что сказать десантникам я могу сказать только одно ребята вы у вас есть в отличие от многих других родов войск у вас есть и и это кстати говоря ведь тоже Василий Филиппович Маргелов вот эта закваска которая вот вот понимаете вот такого умения и и даже как вот пойти держаться вместе это для вас органично это это воспитывалось вот десант своих не бросать десант вместе десант это кулак то есть вот и вы это сохраняете даже уйдя отслужив и сохраняете это очень важно потом понимаете какая вещь вот воспитывалось ведь десантник опять таки по Василию Филипповичу Маргелову это человек который знает себе цену это человек высоко профессиональный и понимающий что он высоко профессионален он свое дело никто кроме нас и никто так как мы это не сделает поэтому десантника так это знаете кругом шагом марш не пройдет десантник это человек его не заставишь строить генералу виллу или копать какую-нибудь траншею сегодня мы копаем от одного столба до другого а завтра мы ее закапываем послезавтра опять копаем опять закапываем не пройдет потому что это люди которые себя уважают это чувство собственного достоинства это это одни из на мой взгляд немногих частей в нашей армии где это чувство не попиралось а воспитывалось и это очень важно и боюсь что может быть вот именно отчасти и это не устраивает ну в общем трудно ребята трудное трудное время предстоит я надеюсь что вы стоите надеюсь я всячески желаю вам держаться вместе и здоровья и удачи и вам и вашим семьям вашим близким держитесь друг за друга это единственный какой-то не знаю спасение выход